МЧС в преддверии праздника проведет проверки в местах продажи пиротехники и гирлянд. Здравствуйте, я Инга Габеша и на канале ФКТ «Время» программы «В курсе». В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Итак, в преддверии Нового года планируется проинформировать граждан о безопасном использовании пиротехники как в общественных местах, так и в домашних условиях. Особое внимание уделят противопожарному состоянию популярных площадок празднования Нового года, особенно тем, где проводятся детские утренники. Спасатели проверят сотни объектов с массовым пребыванием детей. Такие проверки уже начались. Как безопасность обеспечивается в Сочи – тема очередной программы «В курсе». Наш гость сегодня – начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Александр Агафонов. Здравствуйте, Александр Викторович. В Сочи, можно сказать, уже наступила зима, но еще недавно осенние разливы рек и ливни принесли сочинцам немало неприятностей. Какая работа проводится городским управлением в такой период и какие меры принимаются для подготовки к паводку и поднятию воды? Год действительно был очень тяжелый. Погода у нас в этом году, если честно, не балует. Проблем непогоды принесла очень много. Достаточно вспомнить сентябрь месяц. Это первично, когда нас накрыло очень сильно большими линиями осадками, ветрами и так далее. И октябрь он добавил этого дела. Но вместе с тем, как бы, выстояли. Это самое главное. Самое главное, что нет погибших и пострадавших. Я имею в виду ущерб для здоровья. Экономический ущерб, конечно, был. Чем сейчас и занимаемся, ликвидируем последствия до сих пор. Режим, чрезвычайная ситуация на сегодняшний день еще не снят. Поэтому радует, что, во-первых, органы управления не подвели города. Мы запускали в этот раз и систему оповещения, которая у нас есть. Предупреждали через средства массовые информацию нашей населения и отдыхающих. В принципе, могло быть гораздо хуже. И радует то, что и органы управления сил и средств сработали адекватно. Вы сказали о системах оповещения. Расскажите подробнее, какую работу с населением проводите? Вот смотрите. Когда мы получаем негативный прогноз, это уже хороший алгоритм отработан. Через управление средств массовой информации города мы проводим оповещение населения и бегущей строкой. И записываем репортажи заблаговременно, где рассказываем, что нужно делать, как себя вести. Помимо этого, весь интернет-ресурс насыщается соответствующими предупреждениями. Также задействована система оповещения. Их у нас две в городе. Одна региональная, то есть краевая, одна городская. Все же подробнее расскажите, какую работу вы проводили в этот период ЧС. Ну, я не могу сейчас, допустим, если буду рассказывать за все, что мы делали в течение года, это займет очень много времени. Но, допустим, последнее октябрьское событие. Действительно, огромное количество было осадков, резкий подъем в районе воды и так далее. Значит, мы за сутки привели комиссию по чрезвычайным ситуациям в районах. За сутки, за 12 часов до начала неблагоприятных событий этих городской КЧС провели, где четко были поставлены задачи и силы и средства приведены в повышенную готовность. В течение дня, а у нас ТПИТ начало ночью все то, что я говорил, по телеканалам все было показано, рассказано. Интернет-ресурс об этом говорил, бегущая строка присутствовала. В вечер мы запустили нашу систему оповещения, городскую запускали, более 120 серийных речевых установок. Дважды запускали с вечера, и у нас негатив основной пошел потом по Адлеру, запускали в Адлере еще с утра дважды. То есть, если говорить о системе оповещения, все, что мы могли сделать, мы сделали. Дополнительно привлекли ресурс там, где у нас населенные пункты, маленькие деревеньки в черте города находятся, привлекали спасательные машины с громкой связью и машины МЧС России, за что отряду 10-му АФП большое спасибо. Эвакуировать пришлось? Да, частично мы проводили эвакуацию там, где у нас были подтоплены дома. Заблаговременно мы привели в готовность пункта временного размещения. У нас в каждом районе Интригородском есть пункт временного размещения. Все нуждающие, все были предложены, кто согласился, туда эвакуировались, с размещением, с питанием и так далее. Да, тренировка сил и средств гражданской обороны достаточно частое явление на курорте. Какие именно учения проводит городское управление и только ли с участием спасателей? Вы знаете, мы все учения и тренировки, вот в прошлом году приняли такое решение, проводим комплексы в системе РСЧС, что-то такое. Ну, например, проводим комплекс на пожарно-тактическое учение. Вот последнее мы провели в Красной Поляне, это вот буквально две недели назад. То есть там задействованы не только пожарные, те, которые находятся рядом, но и спасатели, и медперсонал на технике, и медицина катастроф, все коммунальные службы аварийно-восстановительные бригады имеются в виду. Отрабатывали вопросы в том числе, ну вот что, допустим, происходит, когда случается чрезвычайная ситуация. Часто возникает паника, и чего греха таить, есть люди, которые этим пользуются. То есть необходимо обеспечивать порядок, безопасность общественную. Поэтому привлекаем активно ОВД, там полное понимание, имеется очень адекватный руководитель. Полк Росгвардии активно принимает участие и другие структуры. Сценарий разыграли в разрушенном здании ванного корпуса Мацесты. Тактические учения прошли одновременно в четырех районах курорта. На этот раз работали комплексно по законам Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Это значит, что в одной связке работали не только пожарные, врачи, споры и сотрудники МЧС, но и специалисты водоканала, электросетей, представители районных администраций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения. Спасатели федеральные, муниципальные, субъектовые, все находятся здесь, до кинологических расчетов включительно. Для чего мы это все делаем? Если вдруг это произойдет, наши силы и средства должны быть готовы своевременно выдвинуться и прийти на помощь. Когда у нас идет обрушение здания от взрыва, в том числе газовоздушной смеси, либо бытового газа, как называют, без инженерной техники оперативно разобрать завал, но это практически невозможно. Без экскаватора мы можем разгрести завал, но тоже проблематично. Можем вручную, но время потеряем. А под завалами могут быть люди. Поэтому инженерная техника – это важный элемент в системе, если работу организовывать. В городе она имеется. Вся техника, задействованная в учениях, была предоставлена Хостинской администрации. Участие в ликвидации ЧАЭС принял и весь районный штаб. Задачи у каждого свои, но именно здесь отрабатывается общий алгоритм действий. Цель, в первую очередь, отрабатывать взаимодействие всех служб федерального, краевого и муниципального уровня. Для того, чтобы более качественно, быстро, оперативно, эффективно, если не дай бог случаться подобного рода сценария, у нас чрезвычайные ситуации, чтобы их просто совместно ликвидировать. Знаете, как говорят, побеждает подготовленный, поэтому лучше нам тренироваться всегда, чтобы такие, в принципе, не случались у нас никогда ситуации. Но мы должны быть всегда готовы. Достаточно сказать, что мы за этот год провели таких мероприятий 82. В Сочи спасатели провели учения на горнолыжном курорте. Там уже готовы к сезону. Регламентные работы на канатных дорогах завершились, а вот подготовка сотрудников продолжается, в частности, спасателей. Они проводят комплексные учения. Предлагаю посмотреть видеосюжет о том, как прошли первые учения на одном из горнолыжных курортов. В результате ЧАЭС была обесточена канатная дорога, и в кабинках остались люди. По такой легенде прошло комплексное учение по реагированию спасателей и сотрудников других оперативных служб Кубаниэнерго, скорой помощи и пожарной части. Задача спасателей – добраться до кабинок и эвакуировать людей. Тактическим учением поспособствовала и погода. Туман, дождь или снег – те условия, которые часто наблюдаются в горах зимой. В горнолыжный сезон наша спасательная служба занимается оказанием помощи пострадавшим на склоне. К сожалению, горные лыжи иногда омрачаются травмами человеческими, поэтому мы им оказываем помощь и эвакуируем их также до медперсонала – нашего либо городского. Спасательные службы горнолыжных курортов проводят учения два раза в год, а тренируются еженедельно. Учения же такого масштаба на курорте были организованы впервые. В течение следующей недели такие же занятия будут проведены на всех других канатных дорогах, но мы на этом не останавливаемся. В начале декабря мы проведем комплексное пожарно-тактическое учение в системе РСЧС на одном из объектов – Красная Поляна. Чего мы хотим добиться? Мы должны убедиться в готовности наших сил и средств, если вдруг будет чрезвычайная ситуация, к реагированию. Помимо спасательных служб и горнолыжных курортов, на Красной Поляне находится филиал Южного регионального поисково-спасательного отряда «Кубань-Спас». И в случае необходимости привлекается и муниципальная служба спасения. Прошедшие учения показали, что все оперативные службы готовы отреагировать на ЧАЭС так, как положено. Прошли в Сочи еще одни масштабные пожарно-тактические учения в рамках подготовки к зимнему сезону. Местом для отработки действий во время ЧАЭС был выбран один из оживленных социальных объектов Красной Поляны. Ежегодно перед началом зимнего сезона, когда к новогодним праздникам в Сочи прибывает огромный поток туристов, сочинские спасатели проводят на особо оживленных стратегических объектах пожарно-тактические учения. На этот раз, по легенде, возгорание произошло на объекте транспортной инфраструктуры, железнодорожном вокзале станции «Эстасадок». По замыслу учений, на первом этаже помещения кафе произошло возгорание на площади 60 квадратных метров. От сильного задымления были деблокированные люди, заблокированные. Сигнализация пожарная сработала вовремя, прибыли силы и средства. Провели боевое развертывание, провели разведку, подтвердили, что есть два пострадавших. Первый пожарный расчет прибыл на место возгорания через пять минут после поступления сигнала на пульт 01. Само же возгорание было ликвидировано в течение 15 минут. Во время тушения основная задача не только локализация открытого горения, но прежде всего спасение людей. Двух статистов в роли пострадавших спасатели оперативно вывели из здания, обеспечив индивидуальными средствами спасения для безопасности органов дыхания. Успешно эвакуировав людей, спасатели передали условно пострадавших медикам. Цель таких тренировок – проверка готовности органов управления и сил гражданской обороны к ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и выполнению мероприятий по гражданской обороне. За проведением комплексной и пожарно-тактической операции всех служб города внимательно следили в штабе. Всего в спецоперации были задействованы 50 единиц техники и порядка 250 сотрудников ведомственных структур. Понятно, что обязанность потушения пожаров возложена на федеральную противопожарную службу. Но пожарные обязаны тушить. Но вместе с ними должны быть и спасатели, и аварийные бригады. Если есть газ, газовщики должны отключить газ. Надо отключить энергетику, представители энергетиков должны быть и так далее. Водоканал обязательно. Все это сегодня здесь участвовало. До Нового года такие пожарно-тактические учения пройдут на других особо важных социальных объектах, в том числе и в школах города. Инга Габешия, телекомпания «ФКТ». Когда очередные учения? В этом месяце мы провели учения на всех канатных дорогах, в том числе демонстрационно. Отработали такой вопрос, как по вводной заблокированной канатной дороге. Спасатели поднимались на канатку, разблокировали кабинки и производили спуск условно пострадавших. То есть опять в системе РСЧС работали. Провели комплексное пожарно-тактическое учение на Красном Поле и на ЖД вокзале. И в этом году мы пока останавливаемся не потому, что надо, а уже конец года. У нас остается на этот год профилактическое мероприятие по пожарной безопасности. Новый год, как правило, люди выпивают. Не всегда соблюдают эти требования. Большое количество используется пиротехники. К сожалению, часто дети без присмотра остаются. Это все приводит зачастую к пожарам. И не только. Поэтому сейчас профилактическое мероприятие, в том числе в школах, занятия совместно с Госпожным отзором проводим. И у нас запланированы рейды по точкам продажи пиротехники и правилам пользования пиротехническим изделиям. Пользуясь случаем, хочу обратить внимание, прежде всего, взрослых. Чтобы не пользоваться пиротехникой в нетрезвом состоянии, использовали ее согласно инструкции. А когда покупали, смотрели на ее исправность, чтобы не помята была, не разорванная оболочка, чтобы был сертификат. И то учреждение, которое продает, чтобы была лицензия. Хотелось бы на это обратить внимание. Все ли мы знаем или еще какие-то профилактические мероприятия проводит управление? У нас есть план совместно с Госпожным отзором, часть России, по которой мы идем. Есть объекты и отдыхы, где досконально мы все проверяем, перепроверяем. Дополнительно проводятся инструктажи и тренировки персонала на объектах, где будет у нас особо большое количество отдыхающих на новогодние праздники. Поэтому работа идет комплексно, она большая и надеюсь, он даст положительный результат. Давайте вернемся к вопросу экстренного оповещения в городе. Когда вводят сирены, многие жители пугаются. Как часто проводится их проверка, для чего и как жителям понять, что это репетиция? Первое, пугаться не надо. Все мы взрослые люди и паника это не тот лучший способ выйти из ситуации. Для того, чтобы мы были уверены в системах оповещения, мы должны их проверять, что они работоспособны. Городская система, более 120 сирен и речевых установок проверяем раз в месяц. Региональная, то есть краевая, мы проводим раз в квартал. Но перед тем, как запускать в целях проверки эти системы, мы обязательно через средства массовой информации информируем наше население отдыхающих. И вот кратко и понятно хочу объяснить. Если у нас сирены завыли в городе, первое, не надо паниковать. Второе, сразу смотрите телевизор, смотрите и слушайте то, что показывают. Бегущую строку смотрите. Смотрите интернет-портал, сайт администрации города, что происходит и что надо делать. Если включена сирена речевой установки, то после сирены идет речевой текст, где четко озвучен на тот или иной вид чрезвычайной ситуации, что нужно делать населению. Ну, например, если у нас прогнозируется внезапный резкий подъем воды на уровень хрект, сирена завыла, люди повысили бдительность, внимательно слушаем, что будет озвучено. Как правило, если на подъем воды, граждане без паники, возьмите документы, ценные вещи, перемещайтесь на возвышенность. Это в первую очередь касается тех, кто у нас отдыхает или живет в мизинах. Телефоны все указываются, по которым надо звонить и без паники ждать помощи. Либо спасатели, либо федеральный противорожарный отряд, либо другие структуры обязательно подъем и окажут помощь. Во всяком случае, мы к этому стремимся. Стоит сказать, что направление структуры периодически расширяется. Вот в прошлом году в городе были созданы добровольные пожарные дружины. Работают ли они и была ли в них необходимость за это время? Во-первых, это хорошее подспорье. Здесь идет ссылка на сотовый федеральный закон. Понятно, что, по всей видимости, он был доработан, потому что есть некоторые вопросы. Значит, у нас на сегодняшний день 36 добровольных пожарных дружин. И это, в первую очередь, подспорье для глав андреградских муниципальных районов. И в большей степени мы их привлекаем и задействуем на ландшафтные пожары. Ведь у нас очень сложная местность. И когда стоит большая жара, подстилка, национальный парк, как правило, часто загорается, отдыхающий. Не всегда соплюдая, к сожалению, требования безопасности. При наличии ветра большое распространение это дает сразу. Понятно, что задействованы все силы, опять же, и нацпарка. Здесь надо отдать должное за полтора последних годов. Мы очень хорошо взаимодействуем вместе с ними. Подтягиваются и 10-й федеральный противопожарный отряд, и добровольцы. Вот это тот резерв, который мы можем использовать для того, чтобы свести к минимуму ущерб. Александр Викторович, грядет Новый год. Вы уже затронули эту тему, но давайте подробнее. Что в планах управления в преддверии зимнего курортного сезона? Какие мероприятия планируется провести? Возможно, начнутся проверки объектов торговли? Ну, вы знаете, главная задача все-таки обеспечения жизни и здоровья людей безопасности. Профилактическое мероприятие мы ставим в углового угла. На все праздники новогодние у нас два штаба оперативных будут работать. Один краевой при нашем участии в Красной Поляне, потому что наибольшее количество отдыхающих. И основного силия, понятно, будет так. Мы производим усиление единой дежурной диспетчерской службы 20 человек на все праздники. Все камеры у нас отремонтированы, видеонаблюдение более 2,5 тысячи. Поэтому будем внимательно следить за событиями и в случае необходимости реагировать. То есть второй оперативный штаб будет организован на площадях ЕДДС совместно с Госпожным отзором в первую очередь и с федеральным 10-м отрядом. Ну, казалось бы, все уже вы предусмотрели. И все же, какие задачи перед собой ставит управление сегодня на следующий год? Главная задача обеспечить своевременное реагирование и готовность сил и средств, но, возможно, в чрезвычайной ситуации. Другой задачей, наверное, ставить бессмысленно. И нет большего удовлетворения от проделанной работы, чем отсутствие гибели и травматизма на новогодние праздники. Спасибо, Александр Викторович. Я бы все-таки еще хотел пару слов добавить. Уважаемые родители, вот, обращаясь я к вам, и этот вопрос назрел. В прошлом году сколько мы не боролись с этим злом, а это действительно зло. Пожалуйста, следите за своими детьми. Потому что безобразие уже начали твориться в городе. Нам дети, ну, покупали этих всяких взрыв-пакетов, петард. На каждом углу идут вот эти громыхания. Ну, не забывайте, есть пожилые люди. Под ноги попало, это же инфаркты. Ну, это же кто-то должен отвечать за этот вопрос. И за воспитание детей это все-таки, видите, безобразие творятся. Бутылки засовывают, это все разрывается, аж поранить можно. Она вроде бы шуткой-шутками, но новогодние праздники должны быть праздником, а не трагедией. Вот такое пожелание, такая просьба. Спасибо большое, Александр Викторович, и удачи вам. Спасибо. Спасибо. Напомню, гостем нашей программы сегодня был Александр Агафонов, начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи. На сегодня все. Будьте в курсе всех событий города Сочи. До встречи в эфире. Продолжение следует...